Здравствуйте, Сергей Петрович! Здравствуйте, уважаемые зрители канала Сергея Петровича Шашурина! Ну, Сергей Петрович, периодически встречаемся... Не-не, периодически встречаемся, я просто решил сам проводить огласку всех материалов, секретных, не секретных, чтобы для людей доходило, о чем мы говорим, как продвигаются дела. Многие жалуются, что одно и то же говорят, а на самом деле документально каждая бумажка имеет свой смысл, и каждое продвижение вперед, куда-то чего. Немногократно я выступал, что все активы СССР были привязаны к золотому ноге, за моей подписью. И вот сейчас уже, пройдя столько времени и столько разных препятствий, все стало наяву. Стали выплывать документы, свидетели, конкретика. И громадная перспектива вырастает с каждым днем на материализацию всех активов, в том числе и вкладывается в банк, в банк, в банк, в банк, для населения непосредственно, что ты часто задаешь вопрос, а что с этого люди будут иметь? Это люди задают такой вопрос, они все хотят денег. Нет, нет. Они говорят, мы все умрем. Ничего, никто не умрет. То, что уже те, кто умерли, 25 лет совершают все эти преступления, сейчас все это раскрыто. Санкции, мир помогает во всем. Мне помогает, да. Они вскрывают все депозиты. Слава богу, что все, у этих жуликов все накрыли. Вот как им не повезло, только старались, ломали голову. Вот отсюда, отсюда и начнем. Да. Самвел Хазрат написал, Самвел Хазрат Минджин Дович, написал Путину в 2015 году еще ряд писем, что он готов осваивать. Это родоначальник артели полюс золота, самый большой золото-зывающий артель. Который должна вам два вагона. Да, который Прохоров. Прохоров потом возглавлял, затем Керимов, который сейчас арестован в Франции. Оказывается, под Самвел Хазратом был и Сухой Лог, и другие месторождения, которые я сейчас хочу изучать. То есть он, можно сказать, золотопромышленный олигарх? 81 год, руководитель самой большой, самой крупной артели, через которой добылись сотни тонн золота за все это время, понимаешь? Кроме этого, люди должны понять, сейчас я просто зачитаю объем золота, который заложен за моей подписью, документально доказано, и куда уходит это золото по сей день, понимаешь? К этому привязаны все пропавшие вклады Сбербанка, Промсурбанка, Жорсурбанка, Агробанка. То есть афера века. Это не то слово афера, понимаешь? Вот я сейчас, смотри, показываю листок и зачитываю прямо с листка ту информацию. Принесла ко мне, как она называлась, себя внебрачная дочь Самвел Хазрата, с Якутии, подполковник милиции. В это воскресенье, два дня всего прошло, понимаешь? Самое свежайшее. Кратчайшая информация о перспективе золото-зобычи на ближайшие годы. Что это такое? Здесь описано крупнейшее месторождение Советского Союза, России, которые мною были заложены под будущие активы, так и пригрязанных доллар в США. Под это американцы доллары напечатают? Доллары, депозимный цередикат выписывался на это. И вот они сейчас все забегали, как ошпалины. Ой-ой-ой. Но под это же и рубль российский, и советский. Понимаешь? А Россия-то оставила рубль. То есть теперь это и есть код 810 золотовалютного резерва. Понимаешь, нет? То, что я остаюсь честным перед народом во всем, рассказывая вот об этом. Сухой лог, Иркутская область, где сам просит у Путина письмо, официально за его подписью, чтобы отдали ему месторождение. В декабре, в январе прошлого года его отдали Керимову и Чемизов такой есть. Чемизов. Ростехнологии. Вот. А Керимов-то арестовали, а Чемизов еще на свободе до сих пор. Понимаешь, нет? Под это золото, оно уже заложено мною, под советский рубль, прикреплено с советского рубля. 1953 тонны золота. Стоит в фонде, госфонде. Госфонде. А деньги-то Советский Союз заплатил я, капитал частный. Это первое месторождение. 1953 тонны. Наталкинское месторождение Магаданского области. 1450 тонн. Неожиданное месторождение в Якутии 700 тонн. Олимпиада поля золота, который сейчас самого разрабатывает. Вот это 600 тонн. Кучу 200 тонн в Якутии. Все компании подчиняются полю золоту. Ты понимаешь, о чем я говорю? Почему Самвел забегал к Путину? Ему некуда деваться, понимаешь? Почему его дочь ко мне приезжает, договариваться со мной? Я говорю, я не могу договариваться, потому что проводки-то осуществлены за моей подписью. Самвел Хазрат получил деньги на 15 лет вперед не только под полю золота, но и под сухой лог документацию. Все, что тогда было разведано, под то и получил. Правильно? Понял? Заложено. Да. Что было заложено. А где сейчас эти деньги? Вот он говорит, я сдавал в госфонд. Он в письме пишет, что мы их добывали, сдавали в госфонд. А куда с госфонда? Сейчас свываются все на туман. А с какой радостью туману, если деньги оплачивал в Советском Союзе, я, понимаешь? Не, ну если в госфонд приняли, значит, как бы в госфонд я приходил это золото. А кому он рассчитался-то за золото? Оплачивал-то я говорю, а золото в госфонд. Ну, а у вас не был разве задуман посредник, кто будет принимать? Не ты же будешь по карманам золото? Я же... Деньги от золота, они были золотом прикрепленные ресурсы России. Сергей Викторович, я это понимаю, но механизм какой-то сдачи золота вам был продуман? Ты умный человек, нет? Надеюсь. Я не претендовал никогда на получение золота с артели. Артели сдают золото в гохран Российской Федерации. Российская Федерация эквиваленту доллара, так как зафиксирована была стоимость доллара. Выдает денежную массу мне, потому что я уже заплатил за добычу золота. Понятно. Понимаешь, ты нету? Теперь понял. А эти деньги привязаны народом, чтобы они не пропали. Не мои деньги, народные деньги. Понимаешь, нету? Сбербанк СССР, Сбербанк Российской Федерации. Понимаешь? Сколько ты... Рассчитай, сколько тысяч тонн. Сейчас 2 900 тонн поле золота, новую переоценку, Путин пересчитал. Три. 7-8 тысяч тонн золота. Понимаешь, о чем идет речь? Заложенного, который в земле лежит. Да хрена. Громадный. Да хрена. То есть люди все деньги целы. Почему делали фальшивые слитки? Делали медь, фальфрам, оглицовый зол. Потому что нефть еще была привязана. Нефть же не может в банк налить, понимаешь? А слитки можно в банке держать. Вот так и за рубежом в том случае. А на американцевый доллар. И как им через эту ситуацию выползать, Сергей Петрович? Открытую. На самом деле. То есть венец. Обеспечить месторождение с техникой, добывающим оборудованием. Добыть все это золото и вместо медиа положить золото. Понимаешь? Понятно. Людям возвращать деньги не имеют. То есть реализовать прописанные в контракте и обязательные? Обязательно. С моей стороны все прописано и все. Да, с твоей стороны. Полюс золота же добыли. Полюс золота. Самое крупное месторождение. И Прохоров там, и Керимов добывали. Но они воровали. Они от имени меня воруют. Понимаешь? До сих пор. Понимаешь, о чем идет речь? Да ненасытные... А здесь-то еще месторождение, которое в пять раз больше полюс золота. Понимаешь? Нету. Обалдеть. Понимаешь, я про что речь? Три тысячи тонн. Ну, я думаю, американцам тоже это назовела вся история. Сухой лог сделали на деньги. Вот эти деньги. На эти деньги сделали проектно-сменную документацию. Проектно-сменная документация лежит в Австралии. На деньги России сделана. Даже я сейчас название этой фирмы найду. Будет бумага, которая... А почему именно в Австралии? Потому что... Потому что наняли ее. Потому что деньги ворованные в Австралии. 9 триллионов лежит в Австралии. Понимаешь? А кто ими там банкует? Не Абрамович ли случайно? Абрамович хватит шахты Распадской и банкует в Кузбассе, который на нем записан. Но на самом деле никакого отношения к нему не имеет. Вот. Золото – это эквивалент денег. Деньги – эквивалент всему. Нефти, золото, алмазы. Вот. Настоящий момент. Сознанно, проработанно с проектно-сменной документацией на зобычу золота. Сухом логе, Иркутском. Стар технологии системы. Стар технологии системы. Австралийская фирма. Готова вся документация уже в 95-м году. Понимаешь, нет? Значит, они получают… На мои деньги делали проект, австралийцы. Деньги задепонированы в Австралии. В Австралии лежит 9 триллионов долларов США. Я все узнал. Австралийская правительство хочет, значит, строить город-спутник. 70 километров от Северной Сиднеи, в сторону экватора. А название как? Нет, это Путин хочет. Путиной хотят рядом с австралией. Они неправильное место выбрали. Я хочу сказать, там мошка их съест и комар. Речь не об этом. Речь идет о трансконентальных вещах. Сейчас стал вопрос, куда девать такое громадное количество долларов и массово в мире. Вот эти Лондон, Сиднеи, например, Австралия. Понимаешь, нет? Берлин, Нью-Йорк, например, через Берингов и Фролюф. Также Пекин, Москва. И вот этот Пекин, Казань. И прямо на Якутск. С Якутска на Сахалин, Сахалин на Хоккайдо. И на Рита. И на Рита в Южной Корее, и в Китае, понимаешь? А Китай же по диагонали на Таиланд. Вот это все продумано. Трансконтинентальные вещи, проходящие через Россию, дадут возможность создать миллионы рабочих мест, высокооплачиваемых. И сметы будут сделаны в валютном эквиваленте, согласно мировым расценкам. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, да. Это зарплата в пять раз больше поднимется у людей, которые будут работать на этих... Ну, зарплата. А так, то, что люди страдали столько эти годы, какая-то бытка? А с правом наследства. Вся индексация вкладов, прикрепленная к этим журналом. И те, вот, очень много людей пишут, которые не имели вклады, но им тоже обидно, им тоже хочется получить, что они считают себя... Вопрос очень уместный. Они пострадавшие из-за политики, из-за этих путиноидов, так называемых, что они натворили. Здесь надо продумывать и принять документы официальные, и Государственную Думу, и президентам, принять документы, индексатовые потери, вот от этой сети, демографические потери, социальные, экологические потери. Вопросы на российские деньги. В Дубае растут небоскребы на российские деньги. Долги прощают тоже российские деньги. Это кудрина, зараза. Он Путин учит, подучивает, понимаешь. Сам тупорыл и не знает, что делать. Понимаешь, нет во всем этом деле. А мне кажется, они какие-то откаты имеют с этого. Это не просто так они это делают. Он формальный президент Российской Федерации. Избрался вновь, сейчас пройдет инаугурацию. Он должен сам разобраться в себе, кто его обманывает, кто не глупый человек. Пускай разберется, пускай примет. И самое главное, что его решение должно вернуть деньги народу. Прошлых лет, нынешних. То есть вы готовы это сделать? Теперь зависит еще... Я всегда это готов был. Они меня только в тюрьму-то вдувают. Я уже устал того депутата государственного дома. Понимаешь? Как я выступлю так? Кто в тюрьме написал? Холду убили, листья убили. Только в Думе все рассказал. Бортем Бородик упал самолетом. Они же все действующие лица мои. Понимаешь? Нет. Хоть что-то делай. Но здесь не об этом. Мы ролик посвятили, чтобы... Опять одно и то же скажут, болтает. Понимаешь? Теперь я уже предъявляю документы, показываю, какое количество, какие цифры, какие чего. Вот видите, какая пачка бумаг. Вот, смотри. Месторождение сухого лога. Новая перспектива на июне 2015 года. Письмо Владимир Владимировичу. Давай зачитаем это. Зачитай. Да, и все. Уважаемый Владимир Владимирович, после многих лет работы в золотом вальше промышленной окраине в севере внести свой вклад в промышленное освоение одного из крупнейших месторождений с золотой и оказали пассивную помощь в развитии сухого лога Иркутской области, являющийся неоценимым важным национальным богатством России. Заложенного, но и заложенного. Понимаешь? Мы готовы при вашем согласии обеспечить добычу золота и его переработки до наивысших стандартов качества в размере 30 до 60 тонн в год. Уже первые три года такой прирост золотодобычи превысит достигнутый уровень всего золотого золота в России. В 2012 году на 30% в дальнейшем его отдача месторождения через год увеличится до 70 до 80 тонн в год. Наши технологии относились к самым передовым месяцам в мире по производительству качества конечного продукта за счет интенсификации процесса по выходу на полную мощь в 2018 году достигнет 120 тонн в год. Ты понимаешь, о чем идет? Ну, он просит Путина месторождение. Он не просит, он привязан к этому месторождению. Я оплатил его рублями через него до голора. Помнишь, я рассказывал? Да, да. Им некуда спрыгнуть. Они заложили все золото. Магадана, Якутия. Понимаешь, о чем идет речь? Понимаю. Вот. Почему он старый, 81 год, еле ходит и в итоге прется опять на месторождение? Потому что и хвост пушистый прижатый. Деньги-то в долларах напечатанно лежат. В той же... Американцы жестко могут спросить за это. Не то слово, не то слово. У них вообще за финансы... Все затраты на дезинфицированную добычу, переработку, развитирую, берем на себя. То есть на эти деньги надеются. Понял? И Путин надеется. Вот они в Турции закладывают атомную станцию. Сегодня показали по телевизору. Это же на наши деньги строятся все. 2 триллиона 800 миллиардов долларов США лежит в Турции. Наши денег через меня выведены. Понимаешь, о чем лежат? 6,4 триллиона долларов в Иране лежит под нефть Ирана. Наши деньги выведены. Петрович, а вот объясни мне наивному. Какой нам смысл строить на свои деньги атомные электростанции в других странах? Мы что-то забираем оттуда с этих атомных станций? Они якобы ищут клиентуру, потому что там не хватает энергии, и люди будут платить за энергию. То есть люди будут платить за энергию, а за атомные станции получены, и часть денег якобы придет в Россию в счет комбенсации. Ну то есть затраты очень большие, а возвраты как бы на годы растянуты. Ирана доска, понимаешь, там же Минатом слово есть. Да, но это госструктура. Ну госструктура, вопрос, у нас же все с двойным понятием. Все вроде государственное, все вроде нет. Я просто думал, что мы что-то забираем с этих атомных, нужные нам, например, в военных целях. Какой-нибудь отработанный какой-нибудь там. Ты пойми, громадные объемы денег ходят в виде частного капитала, помимо бюджета. Бюджет Российской Федерации, за что отвечает Путин? Это бюджет Российской Федерации. На самом деле капитал в 10 раз больше крутится через жуликап. Понимаешь? Я что рассказываю-то? Про активы, про активы, которые за балансом стоят, бюджета Российской Федерации. Понимаешь? Ну я понял. Какое я имею к ним отношение? Вот я тебе показываю. Ну на этом мы уже закончим. Да.